Потому что их дорогие соседи, которые включают за формирование основных учебных программ, не включают инженеров в курс по технологическому предпринимательству. И поэтому инженер продолжает прекрасно учиться как инженер, и даже если у него есть какая-то мысль, какую-то разработку сделать, у него нет ни инструмента, ни зачастую мотивации переводить это в какое-то предпроектное состояние, идти с этим на акселератор. Ну и также вот этот штук метапа, на который никто практически ровно не поднял. А что-то мощнейшее, да, если через вот такие встречи с людьми из бизнеса, из науки, из просто какой-то реальной жизни не сталкиваются с студентами, студенты в жизни не найдут себе тех метров, которые им нужны. Да. А вы нам расскажите. На нашей, на завтрашней лаборатории, здорово, на 13-й лаборатории. Смотрите, у меня к вам большая просьба. Я не очень люблю выступать в жанре Ленина на празднике. Я считаю, что самая главная польза в нашей с вами встрече будет, если мы между собой начнем обмениваться опытом. Потому что у кого-то получается одно, но при этом заваливает все другое. А вот у коллеги, например, да, есть уникальный опыт, и мы его обязательно попросим выступить. И также я прошу вас, если у вас что-то получается очень классно, или наоборот, не получается от слова вообще, но для вас это важно, я на всех наших лабораториях мастер-классах буду обязательно оставлять максимум времени, чтобы была работа внутри зала, да, чтобы мы могли с вами обменяться какими-то вещами. Так называемая, как там, у кого что получается. Я заканчиваю свою часть выступления и очень благополучно. Кать, а как заявляться в какие-то... А, я имею в виду, как заявляться... У меня к вам большая просьба. Я надеюсь, что у всех у вас есть странички в фейсбуке, у меня она тоже есть. Меня зовут Морозова Екатерина. Меня можно найти в Морозовой Екатерине. Если сразу не ищется, то открытый университет в Колково. Пожалуйста, добавьтесь ко мне в друзья. И просто в мессенджер напишите о том, что вы хотели бы поделиться какой-то практикой, успехом. Или что вас очень беспокоит какой-то конкретный вопрос, на который вы хотели бы на нашей лаборатории получить ответ. И все, я просто это все саккумулирую, все беру и найду вас. И все с вами устрою лучше. Какие у вас есть пожелания к тому, как еще успеть докрутить то, что у нас будет на моей части программы про интенсивные образовательные форматы и про наставников? Ну, коллеги, пишите в личку. Буду очень рада. Спасибо большое. Хочу представить еще свою коллегу. Вероника, просто покажись. Смотрите, мы будем работать вдвоем с Вероникой. Я, к сожалению, не вынуждена, буду побыть виновным на празднике. Вот. А Вероника будет вместе со мной работать с экспертами. И если вам нужно будет бросить какой-то ягод в наш открытый университет в Колково, или в Академию наставников, пожалуйста, вы самодействуете не только со мной, но и с Вероникой. И дальше мы будем на связи главным, заключаясь границу. Отрабатывать вот те контакты, которые у нас здесь сложатся с университетами. Спасибо большое. Доброе утро. Меня зовут Максим Кашков. Я отвечаю за исследования и внутреннее предпринимательство в компании МДС. Катя говорила про связь с бизнесом, но вот я и пишу. Здесь есть люди, с которыми мы давно уже знакомы, есть новые лица, поэтому коротко я объясню, почему я могу выступать здесь и что-то вам рассказывать. Сейчас я работаю в крупной корпорации. Мой предыдущий опыт – это руководство отделом по привлечению IT-партнеров в университетном колесе. За два года мы привлекли 100 компаний. Со всеми ими в разных форматах до сих пор идет работа. Ну, сейчас становится, естественно, больше. Еще до этого я открывал, там, четыре года руководил кафедрой в Уральском федеральном университете. И параллельно перемежалось между собой, занимался подвижением на международных рынках и психотехнологичных компаний. Как российские, так и зарубежные. Поэтому у меня опыт стоит с другой стороны. Я понимаю, что нужно бизнесу, я понимаю, что может быть нужно университетам. И как их между собой дружить. Я хочу на примере МТС показать вам потребности крупной корпорации. Потому что мы много с кем из коллег по церкви не только и с телеком общаемся. И видим, что задачи у всех примерно одинаковые. Соответственно, мне важно, чтобы вы это не воспринимали как рассказ об МТС. Откроете новости, про нас там все написано. Именно показать вам важную модель. Для этого организатора меня позвали, чтобы понимали, что тут крупная корпорация, что они ищут и как с ними можно стыковаться. По поводу того, как строится наша работа. Я долго выискал какую-то я приоблашу, вам было понятнее. Вот представьте себе огненный шар. Представь так? Вот сейчас представьте много огненных шаров. А сейчас представьте меня жонглирующими огненными шарами. Вот так выглядит работа корпорации смерти. Постоянно что-то обжигает тебе руки, что-то падает. Нужно подбрасывая одно, думать о том, как уплатить другое. Что сейчас делаем мы, что сейчас делают много других крупных компаний? Появляется большое количество сервисов, которые к нам отношения не имеют, при этом которые начинают постепенно оттягивать наш рынок. Ну, если по-моему, относительно телекома, докумессенджера. В любой другой возрасте происходит примерно все то же самое. Изменения очень быстрые, часто неожиданные. Соответственно, нам нужно как-то меняться, как-то реагировать с тем, чтобы не материативно. С другой стороны, у любой крупной компании накоплен огромное количество ресурсов, которые хотелось бы использовать как-то еще, помимо того, что мы делаем уже сейчас. Ну, если в части телекома говорить, то это в первую очередь для абонентов, у нас их больше 100 миллионов. Это физическое присутствие по всей территории страны, все эти салоны, наши салоны МТС, это наши собственные салоны. У нас есть возможность прямого контакта с большим количеством людей, чтобы им что-то предложить или спросить, что не так, что мы еще могли бы для них сделать. Естественно, это большие данные у нас, у ритейла, у банков, у поисковиков, есть возможность очень хорошо представлять, что людям надо, что люди делают и где люди бывают. Если эти данные агрегировать, то можно делать выводы. Там важен не столько конкретный человек, потому что сколько вы человек не потреблял, все равно модель покрепления одного человека не может распространяться на всех, ну и он не может слишком много потреблять. Важны именно выборки моделей, на основании которых мы можем делать выводы о поведении огромных групп людей, соответственно, что-то предлагать для них. Естественно, гео-локация, потому что предлагать вам что-то, что находится в другом конце страны, абсолютно бессмысленно. Соответственно, у нас есть возможность предлагать то, что нужно здесь и сейчас. Соды. Из примеров, как крупная компания заходит на совершенно незнакомые для себя рынки, мы за год превратились в пятого привлечения облачного провайдера в России. И сейчас мы начинаем думать про и зарубежные рынки тоже. То есть у нас были собственные отсоды, которые использовались для хранения наших собственных данных. Там было немножко места, которое простаивало, мы подумали, что наверх там кому-то нужно. Докупили еще отсодов и вот сейчас мы уже достаточно крупный игрок на этом рынке. Соответственно, логика, как наша, так и любой крупной корпорации, искать новые источники продуктовых идей, искать новые ресурсы для их реализации. И в этом смысле университеты нам кажутся подходящим источником. То есть можно много на что смотреть. То есть мы смотрим на опыт наших делеком-партнеров из других стран, наших вендоров оборудования. Не секрет для вас, Samsung, Ericsson, Huawei и Siemens, четыре самых крупных производителя телеком-оборудования, помимо этого оборудования, делают много чего еще. Соответственно, мы смотрим, что еще они делают, как они делают, пытаемся запускать подобные форматы. Мы смотрим на другие крупные корпорации, не из сферы телекома, на их моделях. Например, у Boston Consulting Group есть рейтинг 150 самых революционных компаний мира. Ежегодно обновляется. Мы смотрим, как раз те компании, что они используют. И университеты, и предпринимательство – это одни из основных источников. Вспоминать исследование BCG – это сделки по смиянию поглощения, это покупка стартапов, работа со стартапами, это работа с наукой, это вовлечение клиентов в создание новых продуктов. И это работа с внутренним предпринимательством. Соответственно, вот про науку внутренней предпринимательства я бы как раз хотел с вами поговорить. И темы, которые, на наш взгляд, хорошо спекуются с университетами, что мы делаем. Мы научились работать с внешними для нас стартапами. У нас есть корпоративный акселератор, это Startup Hub, поскольку он уже около года работает. Больше тысячи стартапов мы на российском рынке отсмотрели, сейчас пошли за выбежью. Открываем представительство в Синдапуре, в Кривлении и в Израиле. Мы создали собственный менеджерный фонд, чтобы финансировать эти стартапы. Следующим шагом мы решили посмотреть на науку. Мы создали лабораторию в Университете ИТМО. Коллега, я извиняюсь, у нас сквозная аудитория, сейчас очень много людей входит на следующее занятие. У меня есть предложение, давайте пять минут, кто сидит сзади, подвиньте стулья вперед, давайте мы вперед себе подвиньте, чтобы проход был сзади. А то я думаю, что там это неизбежная вещь, до 10 часов выходить туда сюда люди, к сожалению. Да? Пошла? Да. В общем, кому сзади мешают, параллельно до вас. Ты не замечаешь, ты просто тридцать кулей вперед тогда и все, ладно? Хорошо, буду стараться говорить проще. Ну, видите, сейчас мы стали ближе к друг другу. Да, спасибо. Так вот, с наукой мы уже пошли в новую для нас тему. И не знаю, насколько для вас на слуху тоже просто коротко обозначу, чтобы вам было понятно, про что можно пробовать с нами разговаривать. У нас большой блок, связанный с искусственным интеллектом. То есть мы уже сделали чат-ботов для автоматизации нашего. Этого центра сейчас начали продавать другим компаниям. Мы делаем автоматизацию юридического документа оборота, опять же, там, тестируем на себе, потом будем продавать другим компаниям. Мы очень много работаем с голосом, но, опять же, очень хорошо встречаются с нашим основным бизнесом, после того, чтобы у нас познавать и прочее. У нас большой, даже целые два больших блоков, связанных с интернетом вещей. Промышленный интернет вещей для города, для сельского хозяйства, для энергетики. Требята немного сейчас отрасли и прорабатывают. И интернет вещей для домов, разные свойства, которые помогают сделать жизнь в доме, в квартире более комфортной. У нас начал развиваться Финтех. У нас есть НТС-банк. И еще внутри самого НТС, весь департамент Финтеха, появился кэшбэк. Как появились другие финансовые сервисы, только для того, что связь в этом пакете может стать бесплатной. Покупаете что-то, начинается на кэшбэк, за кэшбэк покупаете еще что-то. Связь стоит совсем дешево или это не стоит ничего. Что еще? Появился внезапно киберспорт. Мы сделали стриминговую платформу для трансляции киберспортивных соревнований. ВАСАТВ она называется. По названию кнопок наиболее часто используем. Мы купили команду Гэмби-диспортс. Одна из сильнейших командов сегодня, не только в России, но и в мире. Она в 15 мировых компаниях входит. Соответственно, сделали лигу стримеров. То есть, даем денежные призы за лучший контент стриминговый. Ну, по сути, спортивный аргументатор современный. И сделали молодежную лигу Гармира. То есть, у любого начинающего игрока, если он показывает хорошие результаты, то есть возможность попасть в молодежную лигу к этой сильной команде. Мы пошли в телемедицину. Это тоже доработающее приложение. Смарт.мед называется. Отдроение на иконе оно доступно. С клиникой Медси мы делаем далекую связь врач-пациент. И сейчас туда добавляется симптом-чекер. Можно обычным бытовым языком ввести где-то у того, что больно чешется ломит. Соответственно, система подскажет, какому врачу нужно идти. И дальше мы вокруг этого будем развивать весь комплекс услуг, связанных с лентеем. И пошли в онлайн образование. Тоже уже работа первая платформа. Смарт.медси называется. Для подготовки к ЕБЛГ по математике и английскому, русскому дальше появятся какие предметы. Другие экзамены не только школьные. Соответственно, все, что связано с интехом, мы постоянно туда стараемся добавлять. Уже пока это общение именно один живой преподаватель с учеником. Постепенно стараться заменять живой преподавателя на машину, оставляя людям только то, что изначально профессии учителя должно быть свойственным. То есть, на проверках экранов, не аутина, вдохновение собственным примером помощи в выборе траектории и так далее. Есть еще один вариант диваник, но как основные обозначили эти, соответственно, подумайте, что из этого вам близко. И можно с коллегами региона у нас в Москве попробовать про это подумать. Запустив все те способы работы с инновациями, на которые я сказал, потому что МНД нам знаком очень хорошо. Все 25 лет в истории компании постоянное приобретение каких-то активов с этому уме очень хорошо. Со стартапами мы работать тоже вроде бы научились. с наукой начинаем. Дальше мы подумали про то, откуда еще такая крупная компания, как мы, может чертать какие-то идеи. В группе компании МДС МДС, около 20 у нас дочек, работает 70 тысяч человек. Чуть больше. По всей России, плюс Армения, Украина и Белоруссия. Соответственно, если исходить из этой стандартной концентовки, что в мире всего от 3 до 5 процентов людей с предпринимательским мышлением, то вроде уже неплохо получается. И поэтому мы придумали предложить абсолютно всем сотрудникам компании приходить к нам с их идеями, новые цифровые продукты. Мы на эти идеи смотрим, оцениваем, и те, кто нам кажется подходящие, с точки зрения здравого смысла, не противоречивающие законам физики, и реализуемость на наших ресурсах и старающими ценностями для наших клиентов, как в текущем, как в текущем, в текущем. Мы им освобождаем рабочее время, мы потеряем деньги, и они могут работать на сухой. Прямо сейчас, в самом-самом пути, на это все, вопрос, когда у нас микрофон был, можно... Вот, у Кабла, с Самарского университета, насколько я запомнил. У меня небольшой вопрос по поводу стартап-хаба вашего МТС. Я смотрю просто критерии, вы уже сталкивались с этим. Критерии отбора, это прогноз будущего 30 миллионов рублей через 3-5 лет. Обязательно почему-то команда должна по итогам работать в Москве, и ценность продуктов при продаже, вам не кажется, какие требования немного не сметны, и с выточными, именно для студенческих стартапов, да, потому что стартапы бывают разные, некоторые стартапы запускают ракеты, там, восьмическим запуском занимаются. Мы сейчас говорим о студенческих стартапах, они как правило не имеют такой дебилизации, может, статус там, 3-5 лет. То есть, мой вопрос в чем заключается, с компанией МТС неинтересно работать с менее, так скажем, масштабным проектом, или это просто, ну, какие-то у вас хронические нутри, показатели, которые заставляют вас иметь условия подъявления. Да, спасибо за вопрос. Все так, все так, сделано это не случайно. Мы пробовали в самом начале работы стартап-каба работать со студенческими командами, не сильно хорошо получилось, не сильно нам это интересно показалось. То есть, это действительно осознанный выбор. У стартапа, который приходит в наш стартап-каб, должен быть работающий прототип, должны быть первые продажи. Почему Москва? Потому что на первоначальном атаке можно работать действительно с любого региона. Если хочется по-настоящему запаркновиться большой компании, у нас, может быть, специфика наша, у нас департаменты, которые новыми сервисами занимаются, они в Москве, в регионах, пока, у нас техобслуживание, продажи, маркетинг и все. Облака сейчас начинаем тоже выпадить в регионы, потому что сотрудники там тоже стоят. Соответственно, для студентов действительно туда попасть сложно. Выручка такая стоит, да, исходя из наших финансовых ожиданий. Мы с вышкой одну и другую программу делали, может быть, кто-то ее повторяет, но не сейчас. И, собственно, как он делал.